Я тебя тоже поздравляю с праздником, с нашим вторым Днём Победы. Поздравление в День космонавтики принимает космонавт Мощенко. На открытии выставки «Звёздный путь» в районные КЦ его пригласили ещё и потому, что испытателю посвящён целый зал. Сергей Иванович живёт во Внуковском поселении, не так давно входило в состав Ленинского района. Его космическая история на выставке начинается со значка «Мои». У нас трое братьев, старший брат, он тоже мои закончил. Я поглядел, как там самолётика и голубое небо, и мои он ходил в пятёрку лучших институтов города Москвы. Поэтому я хотел в лучшем учиться, потому что, чтобы стать космонавтом, всё-таки надо образование хорошее иметь. Но, конечно, стать космонавтом восьмилетний Серёжа запланировал ровно 55 лет назад, когда Юрий Гагарин совершил свой легендарный поступок. Я помню этот момент, мы бегали, в войну играли, вдруг все выскочили, школа выскочила, закричали там. Мы-то и не поняли, ну что там были-то. Ну что-то важное. Важное событие изменило жизни многих. Сергей Иванович годами и даже десятилетиями проходил медицинские комиссии, но по роковым стечениям обстоятельств планету Земля не покидал ни разу. Впрочем, ограничений по возрасту у космонавтов всё ещё нет. А здоровье позволяет это, значит, есть им надежда. В День космонавтики испытатель и изобретатель Мощенко фотографируются с детьми. Ребята, участники районного конкурса «Космос» – это интересные рисунки, и поделки дополняют и украшают экспозицию. Возможно, кто-то из авторов этих рисунков когда-нибудь станет космонавтом. Сегодня их возраст от 5 до 14 лет. Но и они, и все те, кто пришли на выставку, космонавтом могут себя почувствовать здесь и сейчас. Делали мы её, можно сказать, в авральном режиме за неделю. Нашим женщинам надо сказать большое спасибо, потому что они совершили свой космический подвиг. Информацию нам делился даже музей имени Гагарина. Вселенского масштаба артефакты в самом сердце выставки. Корочки, удостоверяющие личность первого космонавта, его рукописная автобиография и многое другое. К слову, Ленинский район вполне может примерить на себя День космонавтики как праздник профессиональный. На территории нашего Ленинского района есть два уникальных предприятия. Это всем известный ВНИИКОП. Здесь как раз представлен рацион питания космонавтов, который разработан этим институтом ВНИИТЭК и разработан он на 16 дней. То есть 16 дней меню космонавтов не повторяется. У каждых космонавтов, у каждой страны свои приоритеты в питании. У кого-то, у китайцев, например, лапша и так далее. А вот у наших традиционно щи, каша, вот в таких тубах специальных. Или сублимированные продукты. Опять-таки здесь салаты, здесь хлеб даже вот такой интересный, ржаной и так далее. Вот в таких баночках у них там и солянка, и мясные продукты. То есть полный рацион питания, который разработан нашими уникальными предприятиями нашего района. ВНИИКОПА, а ныне ВНИИТЭК и Бирюлевский экспериментальный завод не только разрабатывают, но и производят еду для космонавтов. Космическая кухня у нас по соседству. А вы знали? Нет? Тогда пройдитесь по звездному пути ВКЦ. Обязательно возьмите с собой детей и не забудьте поделиться впечатлениями. Видна выставки даже книга отзывов. Как в невесомости. Татьяна Кременецкая и Адамия Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. ТВ.